Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня хочу вам показать один томат и рассказать о такой неимоверной живучести томатов, о жажде жизни томатов, вот на примере вот этого кустика. Я прям, знаете, у меня сердце сжимается от жалости к нему, и я не знаю, что делать, его домой не занесешь. Сейчас расскажу историю. Мне, конечно, не хотелось весь свой бардак здесь показывать. Вот это у нас как раз то самое подсобное помещение, где я сейчас землю готовлю, где все. Тут у меня всякий скраб, вот они, и внук тут леечку оставил, тут у мужа отстрой материалов. Ну, короче, здесь все, что не нужно, мы складываем, и земли здесь практически нет. У меня упала, вероятно, весной семечко помидорки, вот здесь, видите. Тут вообще даже нет земли, вот у меня тут ковер, там под ковром неизвестно что. И это дорожка. Я сначала проходила мимо этого томата и все смеялась, говорила, о, какая живучая. Надо же, взошла без всяких, без обработок, без полива, без всего. Потом я стала приглядываться к ней внимательно, когда до половины лета она доросла и начала цвести помидорка эта. Потом уже к осени я начала смотреть на этот томат с жалостью, потому что ну что с ним делать, его уже пересадить некуда. И вообще он начал завязывать, тут вот, ой, тут мои эти веревочки лежат. Начал завязывать плоды, мало того, что он отцвел, он начал завязывать плоды. Сейчас вот 29 октября у нас ночные минусы. Это помещение хоть и поликарбонатом прикрыто, но оно не обогреваемое. Этот томат до сих пор цветет, и вот какая жажда жизни. Он образовал раз, два, три, четыре, штук шесть, семь пасынков. Каждый из пасынков еще зацвел, и они все такие прям толстенькие, ну хорошие. И вот результат. Конец октября. Томат без единого полива. Ну ясно, кто его тут на дороге будет поливать. Без единого полива прожил здесь весь сезон. У нас был такой зной летом. Вообще здесь температура стояла 45 градусов. Сначала он пережил весь знойный период. Потом сейчас пережил холодный период, когда тут около нуля температура. И что самое интересное. Ведь я его, ну ясно, не то что не поливала, я его и не обрабатывала, вообще ничего не делала. Я просто проходила и уже потом не выдернула его из интереса. Насколько у него хватит сил, насколько у него хватит вот этой жажды жизни. До каких пор он будет расти. Ну и все. И он до сих пор растет. И вообще, я конечно, это очень неприятно. Вот сейчас я знаю, что он все равно замерзнет. Но девать мне его некогда. Просто вот этот пример хочу вам показать, не могу пройти мимо этого. До чего наши томаты живучие. Что интересно, никакая болезнь здесь к нему не прицепилась. Есть же какие-то тепличные заболевания, всякие, кладоспариоз и все. Он томаток. Ой, сейчас я. Вот видите, какой образовал куст. Он еще покрыт весь. Ну и вот как тут, что думать теперь о томатах? Ну, ясно, что томат может расти без полива, без единого. Естественно, здесь ни о каком дожде речи быть не может. Не было ни дождя, никто его не поливал. Никто его не посынковал, не подвязывал, не обрабатывал. О, вот они еще, цветочки. Вот какие томаты наши живучие. Мы должны об этом все равно знать. И некоторые боятся вот так в грунтовом варианте выращивать или как-то. Вот это самый настоящий яркий пример грунтового варианта. Ой, маленький. Да он еще и с носиком. Я даже не знала, что это за сорт. Носик, курносик. Вот боец натуральный. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Сейчас буду, наверное, со слезами на глазах во время мороза смотреть, как он замерзнет. Или уж его высадить в горшок и занести домой. Но я домой уже всего натащила, что мне самой скоро зайти будет некуда. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok